Итак, сейчас 6 часов 30 минут утра по Праге, на улицах практически никого нет, какие-то редкие прохожие, которые едут на работу. Я иду в Альзу, в Галешовице, за своей PlayStation 5. Что-то даже очереди не видно, но это, наверное, из-за того, что все по номеркам, все по предзаказам. Главное, чтобы консоли были, потому что очереди нет, меня это не особо расстраивает. Магазины сейчас полупустые из-за того, что меры против ковида. Как-то так PlayStation 5 выглядит в бумажном эквиваленте. Дальше должно было быть видео, как я забираю ее с прилавка, везу ее домой, распаковываю, рассказываю вам, что внутри, как у нее выглядит меню, какие там игры сейчас доступны и так далее. Но ничего этого не будет, потому что я не смог получить свой предзаказ. Сегодняшнее видео, оно сразу о нескольких вещах. Первое, это потрясающий просто чешский сервис, который у меня уже просто вот здесь. Второе, это потрясающий просто магазин Альза, который, кстати, является одним из самых популярных в Чехии. Ну и просто о человеческой тупости, жлобстве и просто потрясающей наглости. Ну и так как теперь мне придется покупать PlayStation 5 с рук, для того, чтобы успеть сделать на нее обзор до того, как его сделают вообще все блогеры на YouTube, то я надеюсь, вы не обидитесь, если расскажу вам о спонсоре сегодняшнего видео. Это одна из лучших, если не лучшая мобильная MMORPG Perfect World, в которую многие из вас наверняка играли, и теперь она доступна на мобильных устройствах. Сразу скажу, что игра очень хорошо оптимизирована, она реально поддерживается практически любыми смартфонами, даже самыми древними. И работает без лагов и фризов, при том, что графика действительно на очень хорошем уровне. Игра предусматривает возможность развития как в PvE, так и в PvP режиме, так что смотрите, в зависимости от того, экстраверт вы или интроверт, вы можете выбирать, играть ли вам с людьми, или же с компьютерными ботами, или же можете и так, и так. И, кстати, еще одной отличительной фишкой игры является то, что вы можете неограниченно летать, как в воздухе, так и под водой, и не просто там передвигаться, но и даже сражаться. Но вот что меня реально поразило, это открытый мир на 60 тысяч квадратных километров. Ну и так как это RPG, то, естественно, здесь можно кастомизировать своих персонажей, прохачивать их способности, обзаводиться питомцами, можно устраивать всякие социальные ивенты по типу свадеб, создавать кланы и так далее. В общем, здесь огромное количество всяких разных фишек, особенностей, да и я думаю, что про эту игру слышал реально буквально каждый. Так что в ожидании окончания дефицита PlayStation 5 советую вам отметить появление легендарной Perfect World на мобильных устройствах, скачав ее по ссылке в описании. История достаточно долгая, поэтому можете поставить на паузу, пойти себе сделать бутерброды, чаю и еще там всего, чего хотите. Начну с самого начала, с того, что я успел оформить предзаказ на PlayStation в магазине Альза. Это, наверное, самый крупный чешский магазин электроники и вообще всего, чего только можно. Из аналогов российских можно было бы Юлморт привести, но Юлморт уже разорился, поэтому, наверное, это не совсем корректно. Но, впрочем, надеюсь, что Альза, учитывая то, что я сегодня расскажу, тоже не особо долго протянут. В общем, я оформил предзаказ в самый же первый час, когда вообще он только стал доступен. В итоге я оказался в очереди на PlayStation, когда они сейчас появились в наличии. Я чуть ли не в самом начале, то есть я абсолютно гарантированно должен был получить плойку, ну, буквально одним из первых вообще в Чехии. Как вы знаете, релиз PlayStation 5 был назначен на 19-е число. Я не буду сейчас вдаваться в детали о том, как многие оформляли предзаказ, видя дату 19-е ноября, а потом числа 16-го, 18-го или что-то около того. Они получали уведомление о том, что их консоль приедет только в феврале, а многие из них уже даже оплатили заказ. На всем этом я не буду останавливаться, потому что, ну, это как бы не мой случай. Я рассказываю про то, что было у меня. В общем, соль в том, что 18-го числа, буквально за один день до официального старта продаж в Европе, у меня не было абсолютно никакой информации о том, когда я смогу забрать консоль. То есть там было написано что-то типа, ваша консоль зарезервирована и подготавливается к отправке, но это совершенно ничего не говорит на самом деле. То есть этот статус может означать, что я получу ее завтра, а может означать, что я получу ее в феврале. Поэтому я ждал, когда наконец станут известны какие-то более точные даты, и более точные даты стали известны ночью. С 18-е на 19-е число мне пришло письмо, что я могу забрать свою консоль в том магазине, где я ее заказал. Это Альза Галешовиц, это центральная Альза. Находится она в Праге, в Галешовице, в общем-то. И было написано, что я смогу ее забрать с 5 часов утра. Ну, логично, что так как магазин открывается только в 7 часов, то с 5-ти ее забрать бы никак не смог. Но я где-то в 6 часов утра 19-го числа встал. Думал, что там сейчас вот как раз поменяется статус с вот этого какого-то обобщенного на уже более точный, что типа я могу ее забрать с 7-ми там или с 8-ми утра. Но наступило 7 утра, потом наступило 8 утра, статус вообще никак не менялся. И я подумал, что, ну, видимо, я пролетел. То есть люди писали, что им уже на 8 часов назначили. Кому-то кто-то писал, что им там на пятницу, то есть на 20-е, на 21-е назначили. А у меня все так же был вот этот общий статус, типа зарезервировано, подготавливается к отправке. При том, что мне, напомню, пришел имейл, в котором было написано, что я могу забрать консоль в четверг с 5-ти утра. Я даже думал съездить в магазин, спросить как бы в чем проблема, но в итоге я ограничился звонком. И мне сказали, что, это 19-го числа, напомню, мне сказали, что моя консоль на самом деле уже готова. То есть она уже подготовлена к выдаче, но из-за какого-то там системного сбоя, пока не придет смс-ка, то приходить и забирать эту консоль не имеет никакого смысла. Меня это изначально, в принципе, напрягло, уже это, потому что, ну, типа, что за хуйня, вы говорили 19-го числа, я как бы один из первых в очереди. Вы прислали мне письмо, что она будет с 5-ти утра доступна, при этом статус не поменялся. Что, почему мне пришло письмо, а статус не поменялся? То есть уже это как минимум странно. Но думаю, окей, как бы системный сбой, действительно, там очень много предзаказов. Чуваки, наверное, зашиваются, что не успевают, может быть, даже какие-то системы не выдерживают из-за того, что такой напор. Окей, подождал до вечера, вечером мне действительно приходит письмо, ну, не письмо, а смс-сообщение с тем, что, значит, ваш заказ готов, можете забирать. Но сообщение пришло в точности вот после того, как магазин закрывается. То есть вот так, чтобы я не успел забрать. Ну, тогда я не обратил на это внимания, я подумал, ну, пришло как пришло. То есть, ну, мало ли, когда там эта система опять заработала, то есть, ну, просто какое-то совпадение. Сейчас я уже понимаю, что, скорее всего, это была очень важная часть, очень важная деталь всей истории. Но тогда я особо никакого внимания на это не обратил. Подумал, ну, 18-го, 19-го, какая разница? Ну, как получу, так и получу. Ну, всяко мне повезло больше, чем те, кто отправились на февраль. И даже не факт, что им в феврале что-то приедет. И, значит, я спокойно ложусь спать, завожу будильник на 6 часов утра для того, чтобы за час доехать дальше за запасом. Просыпаюсь в 6 утра, смотрю, у меня действительно уже написано, что с 7 утра вы можете забрать свою консоль. Приезжаю, значит, в Альзу и встаю в очередь. Ну, вы видели, в общем-то, все вот эти отрывки видосов. С вот этими деньгами я уже подхожу к терминалу, ввожу номер заказа, я прям его наизусть уже запомнил. Я его ввожу, собираюсь вставить купюру и вижу, что я ошибся. Типа, мне пишут, что невозможно подготовить заказ автоматически, обработать точнее. Я такой думаю, наверное, я, конечно, запомнил этот номер заказа за столько месяцев ожидания. Но, окей, я достаю телефон, ввожу прям по телефону этот номер, и он снова мне пишет, вы не можете оплатить этот заказ, как бы автоматически он не будет обработан. Я думаю, что за хуйня? Потом я смотрю, а это приложение Альзовское, то есть у них есть свое приложение, и там есть такая штука, можно получить билет на выдачу заказа прямо в приложении. Если ты оплатил онлайн или в киоске, тебе появится там внизу уведомление о том, что вот твой, собственно, билет на выдачу. То есть, если даже ты оплачиваешь наличкой, тебе выдается бумажный билет, и такой же билет приходит с тем же номером в приложение. Я смотрю, у меня пришел билет, а времени, я напомню, 7 часов 5 минут, то есть магазин вот только-только открылся. Я там чуть ли не один из первых вообще, кто заплатил, наверное, пытался заплатить в этот день. И я, значит, с этим приложением, с этим билетом на выдачу, который, как бы, непонятно, с хера ли он вообще появился, я подумал, что это какой-то сбой. Потому что, опять же, если вчера сбоило, то и сегодня сбоит, при том, что, ну, все равно странно, блядь, номер на выдачу заказа. И там написано, что товары подготавливаются к выдаче, а я ничего не оплачивал. Я иду, значит, к сотрудникам на стойке обслуживания клиентов, она находится рядом с терминалами, и там сидит чувак, я ему говорю, так и сяк, здравствуйте, что-то я не могу оплатить свой заказ. И еще тут тикет на выдачу почему-то образовался. Он такой, ну, типа, сейчас посмотрим. Значит, он что-то там начинает у себя печатать, такой смотрит на меня, так вы же, типа, его оплатили. А я говорю, нет, если бы я оплатил его, я бы не пытался второй раз оплатить, очевидно. Он такой, ну, вот на пятом терминале разве не вы сейчас оплатили? А это не я оплатил, я не оплачивал, я пытался, но я не смог. Я ему это объясняю, он, короче, смотрит на меня такой, ну, сейчас, короче, выясним. Просто ваш билет выдали, то есть какой-то чел получил вот этот бумажный билет, и сейчас он может получить вашу консоль. Я такой, ну, окей, блядь, идите остановить его. Очевидно, что этот чувак, это не я, а я, это я. И вот мои деньги, я их не заплатил, и сейчас консоль достанется какому-то хуесосу. И в этот момент он в первый раз куда-то там ушел. Вот знаете, вот это в магазинах постоянно дверь вот эта, которая ведет, хуй пойми куда. То ли на склады, то ли в какую-то там, не знаю, комнату, где они сидят, дрочат. В общем, куда-то он съебался, его не было, 10 минут. 10 минут, и у меня никак не меняется статус вот этого тикета, там написано, ваши товары готовятся. Я думаю, ну, видимо, они как бы приостановили, потому что, ну, я же сказал, что это не я, я ничего не платил. Он сказал, типа, у меня вот приложение есть, и это мой заказ. То есть кто-то пытается его получить. Самое логичное, что в этой ситуации можно сделать, это приостановить выдачу заказа. Он возвращается обратно, что-то там еще опять меня спрашивает, я уже даже не помню, что какую-то херню, типа, вы точно не оплачивали? Я такой, точно не оплачивал. И он снова уходит, еще минут где-то на 5. Я стою, я думаю, ну, сейчас разберутся, наверное, найдут этого чела с билетом, который там, вероятно, стоит в зале выдачи. Потом он возвращается, начинает кому-то звонить. Звонит, 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 не дозванивается, потому что там что-то дозванивается, что-то там бубнит. И потом такой поворачивается ко мне и говорит, знаете, а ваш заказ только что забрали. Я смотрю, а билет реально изменился на товары выданы. Я думаю, ты типа еблан. Я подошел 20 или 15 минут назад к тебе, сказал, что вот как бы проблемка у нас возникла. Я не оплачивал свой заказ, его оплатил кто-то за меня. И сейчас этот кто-то заберет заказ, который предназначен и оформлен на меня. То есть за 20 минут, что он куда-то ходил, куда-то звонил, что-то печатал, он не догадался просто дойти до зала выдачи, который находится в минуте, наверное, ходьбы. Я бы сам дошел. Я бы пришел даже вот с этим тикетом. Понимаете, он же у меня на телефоне, и там еще пин-код к этому тикету, который как бы если ты в электронном виде показываешь, то тебя могут спросить пин-код. И у меня был еще этот пин-код. И я мог подойти, забрать эту PlayStation, потому что она на меня оформлена, как бы. По идее, как бы считается, что это я оплатил. Я мог бы забрать эту PlayStation, ничего не заплатить, а тот хер, который ее вместо меня оплатил, он бы еще и хуй пососал. Но я этого не сделал, потому что, ну, я подумал, что это неправильно, это может быть реально какая-то ошибка или еще что-то. Плюс я подумал, что, ну, логично, что раз я сказал ему, что это не я, то он приостановил эту выдачу. Опять же, минуту идти до зала выдачи, скажи, чтобы не выдавали. 15 минут он звонил, ходил хуй пойми куда, мою PlayStation выдали хуй пойми кому. Но что меня больше всего взбесило, это то, как они попытались уладить эту ситуацию, а именно они никак не попытались ее уладить. То есть я спрашиваю, и что мне теперь делать? Он говорит, ну, мы сейчас сделать ничего не сможем. Я такой, а когда сможем? Он такой, не знаю, вообще не факт, что сможем. Я такой, и что мне делать? Вы типа понимаете, что кто-то спиздил мой заказ, причем я хуй пойми, вообще без понятия как, потому что этот номер заказа, он был только у меня, и кроме меня и, возможно, сотрудников магазина, вы понимаете, к чему я клоню, никто, кроме меня и сотрудников магазина, и, может быть, каких-то операторов на службе поддержки, никто этот номер заказа знать не мог. А теперь возвращаемся чуть-чуть назад и вспоминаем все странности, которые произошли. Первое, это то, что на операторской линии, на вот этой горячей линии поддержки, в день, когда PlayStation вышла, то есть 19 ноября, мне сказали, что PlayStation уже находится в магазине, но какой-то там системный сбой, и поэтому пока что я забрать ее не могу. Что достаточно странно. СМС-ка о том, что я могу ее забрать, пришла уже после того, как магазин закрылся, то есть я не мог уже ее забрать в тот день. И 20-го числа, когда эта приставка уже находилась в магазине с самого открытия, кто-то в 7 утра, то есть я же приехал вот к самому открытию, но кто-то еще раньше, чем я, а кто еще раньше, чем я мог находиться в магазине, ну как бы подумайте сами, да, кто-то оплатил этот заказ и получил его за меня. А получил он его за меня, потому что чел, который типа вот этот, я не знаю, как его назвать, менеджер, потому что вместо того, чтобы пойти и за полторы минуты, за минуту, сука, дойти до зала выдачи и сказать, чтобы заказ не выдавали, он просто ходил, я не знаю, куда он ходил, срал, наверное. Потому что, ну, я не знаю, что еще можно было делать, кроме того, чтобы сделать самую, сука, очевидную вещь. Останови блядскую выдачу товара, который оплачен хуй пойми кем. И добавляя ко всему этому вот эту реакцию на то, что как бы, а что мне делать, а вы ничего не сделаете, можете подать жалобу на горячую линию, я позвонил причем на горячую линию, мне сказали, можете подать жалобу менеджеру, ну, то есть вот этот классический пинг-понг. Знаете, вот я, конечно, очень часто как-то критически отзываюсь о России там в своих видосах, агитирую в Европу переезжать. Действительно, я считаю, что в Европе все-таки, ну, в жизни в Европе больше плюсов, но некоторые моменты, они просто нереально вымораживают. То есть чешский сервис, это, ну, вот реально надо пожить в Чехии, чтобы понять, что это такое. Со мной в России ни разу вот настолько наглой, какой-то беспардонной, тупой хуйни не случалось. Вообще, насколько это абсурдно, то есть вы понимаете, насколько абсурдна сама система выдачи этих заказов? То есть я никому ничего не предлагаю, но вот просто, чтобы вы понимали, вообще эти заказы можно также получить, введя номер телефона человека, на которого они оформлены. То есть я, опять же говорю, я никого не призываю, это незаконно ни в коем случае так не делать, но я надеюсь, что каким-то образом до менеджеров или кто там в вальзе работает, они увидят каким-то образом это видео, я, может быть, даже чешский перевод в субтитрах добавлю. В общем, прикол в том, что если какой-то чел выставил на продажу PlayStation 5, ну, то есть это не очень хороший человек, конечно, скорее всего, потому что он перепродажей всей этой техники занимается, но в теории можно взять вот с местного Авито, значит, номер чувака, который выставляет на перепродажу, и если у чела написано в объявлении, что получаю ее завтра, ты берешь вот этот номер телефона, который в объявлении указан, приезжаешь на следующий день к открытию и оплачиваешь эту PlayStation, и затем продаешь ее в два раза дороже на вот том же сайте, где этот чувак выставлял свое объявление. Но в моем случае это не особо актуально, во-первых, потому что, ну, во-первых, моего номера телефона точно так же практически ни у кого нет, он есть только буквально у пару людей, которые абсолютно точно его никому не сливали, а во-вторых, я, ну, элементарно не оставлял никаких объявлений нигде, и уж точно не собирался перепродавать свою PlayStation, поэтому в итоге я остался без PlayStation, и вместо того, чтобы попытаться провести какое-то, ну, я не знаю, не расследование, а хотя бы разбирательство, меня отослали на горячую линию, там меня отослали к менеджеру, который меня отослал на горячую линию. Короче говоря, нихуя. И там, и там мне говорят, ой, извините, мы приносим свои соболезнования, бла-бла-бла. В России, вот какой бы там, как бы нихуесосили там, Nvidia, Eldorado, всегда находилось какое-то решение проблемы. Да, ну, там худо-бедно, хоть что-то, приходилось поругаться, здесь же даже ругаться не... Я не могу оставить, сука, жалобу даже. Я не могу ее оставить, потому что меня вот так вот просто пингуют туда-сюда. И никто ничего не хочет делать в Альзе по той причине, что, ну, кем-то заказ оплачен, они свои деньги получили, и их, в принципе, все устраивает. Кто-то пришел, кто-то оплатил. Для них, в принципе, никакого преступления даже... Я ничего не могу сделать с этим. Я даже не могу пойти в полицию заявление написать, потому что, что я напишу? Кто-то пришел, оплатил мой заказ и забрал его. Ну, это звучит как-то, ну, не то чтобы преступление. Звучит так, как будто я еблан, который кому-то слил свой номер заказа. Но я не сливал его никому. И номер телефона я никому не сливал. И в итоге я теперь должен покупать эту у перекупов, эту PlayStation 5, а она будет стоить 26, 20... Там просто бешеные цены какие-то. То есть за те деньги, за которые продаются PlayStation у перекупов, я мог бы купить себе две PlayStation в Альзе. Но я не куплю ни одной. При том, что, я повторюсь, я был одним из первых вообще людей, которые заказали эту консоль, предзаказали ее на старте продаж. Все. Я не знаю, мне больше нечего добавить. Если кто-то живет в Чехии, смотрит это видео, оплачивайте все свои покупки онлайн. Я лично в Альзе вообще ничего больше не куплю, просто из принципа. Потому что настолько похуистичного, наглого отношения, при том, что налицо, знаете, очень подозрительные моменты того, что сотрудники... Ну, я даже не знаю, к кому мне обращаться по этому вопросу. Но очевидно, что сотрудники, если они в этом замешаны, ясен хуй, что они не будут никаких жалоб принимать, что они вообще не заинтересованы, чтобы какой-то ход все это получило. Но... А куда мне идти? На горячую линию я звонил. К продавцам я обращался. Администратор, сука, рядом стоял, когда этот менеджер говорил мне, чтобы я на горячую линию звонил. Типа, очевидно, что он мне скажет, типа, опять звоните на горячую линию. Я... Я все. Нет у меня PlayStation. Буду ее покупать у перекупов. Когда куплю, тогда будет видос. Когда это произойдет, я не знаю, потому что даже у перекупов сейчас ее достаточно сложно купить. Перекупы, они в основном вне Праги где-то. Там всякие Брно, Либерец и еще какие-то города мелкие. В Праге обычно объявление появляется и сразу же улетает. То есть я даже прозвонить не успеваю объявление, которое появляется. Никакого праздника. Я чувствую себя как та девочка из мемы. Никакого праздника. Меня сначала закрыли, потом жаре не дали, ничего не ехали. Вот так глаза раскрыли и смотрят. В общем, желаю вам, чтобы с вами такого не произошло. Надеюсь, что как можно большее количество из вас получили PlayStation 5, если оформляли предзаказ. Я еще, сука, поиздевался над своими подписчиками у себя в одной из соцсетей. Написал, типа, ха-ха-ха. У меня на днях PlayStation будет. И вот она, карма. Сначала мне ее перенесли на один день, а потом и вовсе кто-то ее спиздил. В общем, с вами был Игорь Линк. В этот дождливый, пасмурный, угрюмый день, когда меня вновь, сука, обокрали. То есть, как вот... Буквально недавно я записывал видео, как у меня спиздили самокат. Теперь у меня спиздили PlayStation. Очень неприятные ощущения, скажу я вам.